Спустя 11 дней напряженной работы, первый товарищеский матч в этом межсезоне. Ярослав Тишинник провел встречу со Владимирским Торпедо. Александр Побегалов на этот матч выставил два состава. Но обошелся без Сергея Самодина и потенциального новичка Вячеслава Зинькова. Последнего травма, который мешает подписать полноценный контракт с черно-синими. В Белкино и Алексей Пугин, который должен скоро влиться в коллектив. А Дмитрий Самойлов пока на просмотре в футбольном клубе Сочи. Зато появился защитник Виктор Патрашко. Новобранец Волжан тренировочным процессом доволен. Сборы на самом деле, ну, как для всех, наверное, нелегкая работа. Сначала мы аэробную работу набирали, сейчас так. Ну, мы на фоне нагрузок играем, как бы, и, не знаю, тренировочная игра. Ну, на фоне нагрузок нормально. За происходящим наблюдали и два экс-игрока Шинника. Дмитрий Кудряшов и Владимир Казаков. А Торпедо возглавляет еще один бывший игрок черно-синих Дмитрий Везьмикин. И ностальгию увидел всех тех, кто раньше работал, пообщались. Очень приятные, вот приятные ощущения. Нам руководители сказали, что Шинник предложил, по-моему, нам сыграть контрольный матч. Мы с удовольствием согласились. Соседи, тем более здесь, два года находился. Игра не радовала количеством опасных моментов. Единственный гол случился под конец первого тайма. В нем принял участие еще один новобранец-полузащитник Иван Олейников. А точный удар сделал Марат Шаймарданов. На первом микроцикле было 37 футболистов. Сейчас 32 футболиста. Надо всем дать игровую практику, посмотреть. Игра – это главный критерий, так назовем, отбора футболистов. У нас есть футболисты, которые находятся на знакомстве, на так называемом просмотре. И только игра может показать их. Причем игра не одна. Немногочисленная публика Белкина сегодня наблюдала связку олейников-олейников в центре поля. И также двух женщин-лайнсменов. Завтра у Шинника еще одна товарищеская игра. Здесь Белкина против тиктильщика Дениса Бояринца. В этой встрече начнется ровно в 16 часов. Дмитрий Жданюк и Евгений Бушуев. День в событиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...